Друзья, сегодня у нас на тесте необыкновенный автомобиль, просто настоящая легенда, Гелендваген. На нем мы отправимся на рыбалку за 450 километров от Москвы. Не просто так, а чтобы испытать его, испытать себя и испытать мою папу, который в этот раз у нас оператор. Его друг Вадим будет нам во всем помогать и посмотрим, удастся ли нам что-нибудь поймать и как покажет себя легендарный Гелендваген. Поехали уже 250 километров на Гелике и пока машина вообще показывает себя отлично. Дорогу держит прекрасно, немножко, конечно, качает пассажира сзади и он постоянно включает себе подогрев сидения правой ногой. Но не жалуется, говорит, что в принципе немножко замерзает, поэтому подогрев ему не лишний. Посмотрим, что будет дальше. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Конечно, Гелик это легенда. И спорить с этим никто не возьмется. Уже кучу лет его выпускают вот в таком вот виде, с небольшими улучшениями, при этом это настоящий внедорожник. У него есть все раздатки и межосевые и межколесные блокировки. Ну и он вызывает невероятное уважение на дороге. Все оборачиваются, как будто едешь не на гелике, а на желтом бугативировании. Это его стихия, бездорожье, природа, то для чего он был создан, то где ему хорошо, он чувствует себя комфортно. И его руль пятью оборотами здесь так не мешает, как в городе. В городе для разворота вам потребуется немало усилий, потому что Гелендваген очень неповоротливый автомобиль. Ой-ой-ой, они куда-то не туда заехали. Попробуем сейчас выбраться. Так, нейтралка, понижайка, включена. И поехали отсюда. По-моему мы зарылись. Внимание, вопрос. Что нужно включить? Включили блокировку межосевого дифференциала. Верно, ножик включена. Концами? Нет. Нам придется разбираться, видимо, с тем, что произошло. Давайте выйдем, посмотрим. Ну блин. Короче, джипер из меня так себе. В общем, мы его засадили в каком-то болоте. Попробуем выбраться. Хотя шансов, конечно, у нас здесь мало. В принципе, сидит только одно колесо. Попробуем выбраться. Черт. Дерьмо. Нельзя мне джипа доверять. Ну в общем, мы подтвердили утверждение о том, что чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Но за трактором Михалыч послал. А машину мы оставили вот в таком вот виде. В общем, я как обычно дурак. Я не умею обращаться с джипами. Я уже давно понял. Еще когда засадил Lexus в снегу. Потом чуть не засадил Cadillac в елку. В общем, не надо мне давать джипы автопроизводители. Пожалуйста. Я пытаюсь постоянно куда-то влезть. Ну, в общем, здесь он выбраться сам не смог. Но винить его в этом сложно. Он тяжеленный. А мы всели просто в конкретное болото. Сейчас мы порыбачим. Потому что нельзя отказываться от рыбалки. Несмотря ни на что. И вот здесь плещете. И вернемся сюда вечером уже с трактором. Короче, на самом деле. На самом деле это не важно. Потому что твою основную задачу гелик выполнил. Он привез нас сюда на рыбалку. И вот здесь вот уже очень круто. А гелик вечером мы вытащим трактором. И это не проблема. Доехали мы сюда с большим комфортом. Заднего пассажира. Болтало примерно вот так же. Вот так, да. Болтало. Сейчас это еще мешалость балует. Явно. Если улетит трактором, будет очень-очень-очень-очень написано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позволяем гелик. Вот так, как всегда. Обычные тракторы. Вытащили наш Гелендваген, у которого три блокировки. Но правда, резина, конечно, говно. Не для этого дела. Не для говна, для города. Да, резина говно не для говна. Вот он, вот он спасенный. Ладно, что, пойдем спать. Хе-хе-хе. Гелендваген не меняется с его появления. Это большой квадратный автомобиль. Есть в этом свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы – это огромный багажник, который из-за формы автомобиля вмещает в себя и длинные предметы, и большие типы стиральных машин. При этом багажник не очень глубокий, но потолок высоченный. Находится, ну, потолок выше меня. То есть это где-то порядка двух метров. Вот сюда можно убрать кучу всего. И это один из плюсов. Минус – это то, что лобовое стекло, передние фары – это все расходники. Потому что на скорости, когда на такой машине вы ездите, особенно если это модификация G63 или G65, вы можете ехать по трассе на ней 200-250 км в час. И когда вам прилетает такое вот лобовое стекло, оно практически сразу трескается. Это расходник, а стоит недешево. Пойдемте посмотрим, какие еще здесь остались старые элементы. Например, ручки. Вот эти вот ручки очень напоминают мне ручки автоваза, потому что надо нажать на такую маленькую кнопочку, чтобы открыть. И, конечно, на современных машинах так уже давно не делают. Плюс двери закрываются и открываются с явным усилием, вот таким специфическим звуком. Но зато благодаря таким формам и большим зеркалам это практически идеальная машина для любого маневра. Вы можете пролезть где угодно. Квадратная форма помогает вам даже в самые маленькие дырочки влезать. А вот такие широченные арки защищают кузов от попадания грязи. Поэтому даже после наших вчерашних приключений в грязи вот здесь грязь есть, а на кузове практически не осталось. Давайте посмотрим, что впереди. А впереди у нас морда. Понятно, что морда. Естественно, впереди морда. Впереди морда после рестайлинга. Включает в себя вот такие симпатичные диоды, передние парктроники, конечно, здесь биксеноновые фары, вот такие торчащие поворотники, которые практически показывают вам переднюю точку морды. И вы можете спокойно контролировать. Но, вот если посмотреть внимательно, здесь все в мошкаре. Это когда мы ехали по трассе, такое же было на лобовом. Это настоящий убийца просто. Убийца насекомых. Потому что сюда они попадают по огромному количеству. Есть у нас здесь удочка. Она не входит в стандартную комплектацию. И приобретается отдельно. Но пригодится, если у вас есть такая машина. Вот то самое лобовое стекло, про которое я говорил. Видно, что у него практически нет наклона. Здесь градусов, наверное, 20. Ну, а в целом форма его просто идеальна. Ну, по крайней мере, для меня. Я люблю квадратные машины. И лазить, пробираться на нем настоящий кайф. Пойдем. Хотя у меня есть особый талант к тому, чтобы застрять даже на самой проходимой машине, где бы там ни было. Здесь действительно впечатляющий клиренс. Это настоящий внедорожник. У него есть передние и задние блокировки, межосевая блокировка, есть понижающая передача. Клиренс по документам где-то 21 сантиметр. Но это, наверное, в нижней точке на порогах, потому что там дальше уже предела практически нет. И мне кажется, он доходит сантиметров до 30. Ну, пассажиру достаточно удобно. Опять же, за квадратной компоновки места много. Но стоит сесть в машину, и вы понимаете, что вот эта кнопочка, про которую жарился наш пассажир, находится в действительно очень неудобном месте. И вы будете постоянно задевать ее коленкой. Он включал ее раз 100, как он сказал. Здесь есть пепельница такой, фундимент. Есть мониторы, это уже элемент. Конечно, последний. Можно ставить флешку, SD-карточку, и даже есть тюльпаны и наушники. Можно отдельно смотреть, что происходит. Ну, это, конечно, проверить в лесу мы не сможем, потому что мы приехали на рыбалку, а не развлекаться. А места для головы очень много. Даже с моим хвостиком я помещаю вполне. Ну, про посадку впереди говорить даже и не стоит. Посадка впереди роскошная. Здесь действительно капитанские кресла. Вы сидишь очень высоко, и какие-нибудь среднего размера кроссоверы кажутся малышом по сравнению с тобой. Потому что когда ты приближаешься, такое ощущение, что это хэтчбэк. Ну, а, соответственно, хэтчбэк похож на малютку, типа Матиза и так далее. В этой машине хочется доминировать на дороге. Ну что, рыбалка окончена. Конечно, результаты в этот раз довольно скромные. Практически мы ничего и не поймали. Так, так, так. Несколько окушков. В каждом пакетике по 3-4 штучки. Ну, такие скромные. Есть совсем скромные окушки. Вот, нам уже закоптили хозяева. Сейчас мы все это закинем в багажник и двинемся в сторону Москвы. Надо сказать, что время провели отлично. Еще у нас есть пара ведер в филе. И отличное настроение. Так, 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 что можно двигаться в город. Глядя на Гелендваген, можно подумать, что это мягкий и комфортный автомобиль для длительных путешествий. Но, глядя на то, как крещется камера и подпрыгивает в мои щеки, вы понимаете, что это совсем не так. На самом деле, Гелендваген походит по своему поведению на классический УАЗик. Он козлит, прыгает, подвеска здесь жесткая и амортизатор явно короткоходный. Поэтому, когда вы едете по таким неровным и раздолбанным дорогам, как здесь, в Ярославской области, вы ощущаете все бледности. Ну, конечно, мы едем немножко быстрее, чем стоило бы. Стараемся удержать скорость порядка 120-130 км в час. Но сам факт того, что постоянно подпрыгиваем и чувствуем каждую кончечку. Неожиданно порадовали тормоза Гелендвагена. Не ожидал, что они будут такими информативными и такими эффективными. Потому что машина большая. Думаю, что будет тормозить ватно. Разворот довольно большой. А руль у Гелендвагена совсем мягкий. Тяжелый, я даже сказал. Въехали только что в Тверскую область. И обнаружили пару проблем у автомобиля. Первая проблема, это, конечно, подвеска, которая нас постоянно шатает. Но это, ладно, это меньшая проблема. Купили кофе на заправке, а подстаканников в машине нету, в принципе, ни одного. Хотелось бы куда-то поставить водичку, но можно только убрать ее в дверь. Кофе поставить некуда совсем. Пришлось допивать. Следующая проблема в том, что вроде машина стоит порядка 5 миллионов рублей, а стеклоподъемники импульсные работают только вниз. Но это, ладно, как бы это тоже, в принципе, мелочь. Но вот расход топлива. Едем практически все время 130-140 км в час. И в данный момент машина мне показывает, что кушает 15,8 с момента старта. Проехали уже 170 км, 140 км. Нам пришлось резко остановиться, потому что произошла какая-то фигня. Машина начала швырять из стороны в сторону. И появилось ощущение, что одно из колес начало притормаживать. И, в принципе, могли перевернуться. На несколько секунд какие-то колеса блокировались. Я не знаю, в чем дело. Пришлось остановиться. Но пока не могу сказать, в чем причина. Давайте попробуем дальше поехать и разобраться. В общем, посоветовавшись, мы решили, что, скорее всего, у нас сработала система антиопрокидывания автомобиля. Когда мы попали в небольшую ямку, машина заблокировала колесо заднее, которое переднее приподнялось, а заднее она заблокировала, чтобы машина выровнялась. Потом она заблокировала другое колесо, чтобы машина поймала вот этот баланс. Именно из-за этого у нас начало колбасить по дороге. Ну, 100% подтверждать, конечно, не получится. Но это единственное логическое объяснение. Но было полное ощущение, что мы прокололи колесо. У нас резко начало болтать из стороны в сторону. В общем, ощущение, конечно, неприятное. Страшновато. Самое важное в Гелендвагене, это то, как на него реагируют люди. Эта машина действительно авторитет на дороге и вызывает кучу интереса к себе. То есть, любой мужик нормальный оборачивается, смотрит вслед, когда проезжаешь. Но при этом она дарит тебе такую уверенность в себе, что ты можешь пробраться куда угодно. Ты можешь проехать любое расстояние. Люди проникаются уважением только из-за того, что ты приехал на таком автомобиле. Это, с одной стороны, плохо. А с другой стороны, для владельца такой машины это очень здорово. Именно поэтому эта машина настоящая легенда. Именно поэтому из-за нее берут 5 миллионов рублей. Но она стоит этих денег, потому что легендарна. Потому что можешь купить себе часть истории. Часть большой истории Гелендвагена. Здесь сидим в русском поле на немецком автомобиле. Чувствуешь себя немножко странно. Надо валить, пока не приехали колхозники. Интересно, на сколько вырастет цена яблок. Учитывая, что мы на Гелендвагене. Да, сейчас яблоки станут просто золотым наливом. Такой колдырь вышел вообще-ка. Что, плохие яблоки что-то? Не понравились, ведь яблоки в войне. О, хороши. Вообще, как бы универсальные солдаты. Ну, давай. Да тут ребят, смотри, какие симпатичные. Пошли, говорит, нахрен его. Он не будет ничего брать. Только мозги нам делает.